Доброе время суток, коллеги! С вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем золото. Мы найдем с вами точки входа в рынок на ближайшую торговую неделю. Данная запись была подготовлена 26 мая в это воскресенье и мы подробно с моими подписчиками на моем YouTube канале разбирали не только золото, но мы еще детально разобрали биткоин, доллар, австралиец-японец, доллар-канадец. Если вам интересно побольше точек входа в рынок найти по данным инструментам, вы можете перейти в ссылку в описании на мой YouTube канал, зайти в раздел трансляции и перейти на последнюю трансляцию для просмотра. Перед началом ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал Amarkets и мы с вами начинаем. Так, ну что же, на последнем эфире у нас был, сейчас скажу, у нас был 19 марта, мая. В тот момент у нас обновлялся максимум, то есть мы учитывали то, что если рынок у нас не будет обновлять максимум, то есть уже начнется коррекция, то есть мы учитывали там падение после пробоя у нас уровня Fibonacci 23.6, то что уже к уровню поддержки зеленого. Но у нас после открытия биржи рынок вниз не пошел, то есть у нас подтверждения пробоя не было. Рынок у нас начал обновлять максимумы. В связи с этим мы уже учитывали то, что рынок у нас в этой ситуации будет расти, и мы уже, как и говорили, то что нужно будет ставить сетку Fibonacci повыше в этой ситуации, то есть размещать, то есть вот до такого момента в тот момент нужно было это сделать. И это мы с вами, если попадать на варианты коррекции сегодня, мы также это надо учитывать. Если у нас, к примеру, текущий импульс остановился, да, например, мы ждем коррекцию. Если при открытии биржи, например, или просто время торговли у нас максимум поднимается, ну, либо опускается импульс, то надо сетку Fibonacci тянуть за ним, пока соответствующая уже цена не отскочит от него и не дойдет хотя бы до уровня 23.6. То есть вот это наше условие, оно у нас даже не подтвердилось. Там уже после пробоя данного ценового уровня мы видим там уже, ну, уверенное движение цены в сторону падения. То есть, ну, это уже было условие у нас за рамки зелененького вот этого коридорчика поддержки, который вот у нас был построен, вот про него сейчас говорю. Далее. Теперь я немножко график отдалю, чтобы для целостной картины было более понятна вся мысль, что кто недавно присоединился, могут впервые увидеть график. То есть у нас вот масштабная картина выглядит следующим образом, то есть посмотрите, внимательно, сфокусируйтесь, если что, себе перенесите на графики. То есть я думаю, вы сейчас видите, что у нас цена, по сути, находится в таком вот импульсном движении. Но есть, конечно, и минусы. У нас, я думаю, сейчас видно, формирована фигура тоже вот такая вот двойная вершина. Единственное, конечно, у нее то, что максимум опять обновился. И лучше всего, когда у нас вторая вершина, она ниже первой. То есть вот это более привлекает игроков к продажам. Но и все равно рынок, даже если обновляет максимумы, теневым даже тенями, то рынок все равно может у нас спровоцировать к падению цены. Вот. Уже на что стоит обратить внимание? То, что пока игроки формируют двойную вершину, что может привлечь действительно более серьезным продажам. Теперь перейдем уже на сам график. В тот момент, когда мы еще дополнительно предусматривали, как рынок себя будет вести. В случае, если у нас рынок, в тот момент мы планировали, если пробьет красный уровень поддержки пунктирной и уровень 2394, то мы предусматриваем падение. Там, я думаю, все очевидно, видно, рынок у нас это успешно реализовал. Все это можно убрать. Далее. Красный, естественно, уровень поддержки мы уберем. Все то, что так немножко почистим, чтобы нам это ничего не мешало. Уровни, которые мы рассматривали сверху вниз, которые мы тоже уже учитывать не будем, потому что сейчас у нас она будет идти, если что, снизу вверх, если мы предусматриваем рост цены. Так, так. И вот так. Далее. Что мы следующее учитываем? То, что у нас на дневном таймфрейме, вот у нас мы предусматривали, то, чтобы у нас рынок обновлял новые хаи максимум, нам нужен был пробой на дневном графике, чтобы рынок с большей вероятностью у нас пошел вверх. То есть это 2431, если пробивается предыдущий максимум, то мы ждали цели 2470, откат на 2456. Пробой у нас был только на 4-х часов на таймфрейме, на дневном соответствующий не было. Если, например, как в ситуации, попадаем мы в следующий, на примере у нас происходит пробой, то у нас бы четко должен быть подготовлен восходящий коридор. Например, здесь вот такой пример сделаю. Если вдруг увидите то, что рынок его прорывает, идет в обратную сторону, нужно принимать решение закрывать позицию, чтобы не рисковать то, что рынок у нас может перейти более в медвежью ситуацию, как у нас вот золото перешло. И лучше подбирайте именно пробои, именно оглядываясь на общий график, вот как при этом здесь дневной, чтобы видно было, как строятся тела свечей, чтобы вы их четко видели. Формы свечей, если, например, вот я покажу вам пример, например, часовик даже, если откроем, вот так мы отдаляем график, чтобы полностью видеть. Тела свечей не видно, например. Это уже таймфрейм маленький будет считаться для подтверждения пробоя. Далее, если мы видим то, что у нас цена прорвала вот этот зеленый уровень тоже восходящего тренда, мы его уже убираем. Он нам не нужен сейчас будет. Следующий синенький вот этот тоже мы уберем. И я думаю, сейчас уже вот так вот все видно. Мы вот сейчас приближаемся к фиолетовой линии поддержки, которая у нас вот была найдена по вот этим минимумам, которые были 15 февраля, и 29 февраля. Вот. Что теперь в этой ситуации мы должны учесть? Первое. После такого вот у нас падения, которое у нас было, началось с понедельника прошлой недели, мы должны построить вот здесь, на этом падении, следующие коридоры. У нас есть максимум. От него строим по телам свечей данную линию. Здесь, здесь и вот здесь копируем. То есть, это у нас в данный момент, если мы берем 4 часа, это у нас ближайший вот такой вот нисходящий тренд, в котором цена у нас находится. Далее у нас есть условия, после падения у нас был вот такой вот нисходящий клин. Это фигурка у нас, нисходящий треугольник, разворотная фигура, которая провоцирует к началу коррекции. Рынок ее прорвал. Вот видно у нас тело свечи красиво и закрылось. Это хороший сигнал, то что рынок у нас будет уже корректироваться в ближайшее время. Плюс на данном таймфрейме мы видим, формируется у нас фигурка двойное дно. То есть, это перевернутое, как голова и плечи. То есть, мы учитываем то, что после прорыва у нас максимума, который у нас был в пятницу, это 23.46, мы учитываем продолжение роста. То есть, сейчас мы как раз сфокусируемся на вот этом моменте. Первое. Вверх пока оставим. Вот у нас вот этот минимум. То есть, заговорился максимум. И его сейчас тоже мы вот так вот перенесем вправо. Посмотрим, когда цена у нас росла. И вот здесь, смотрите, когда цена у нас вот тоже шла вверх, видно то, что какое-то произошло сопротивление, рынку не дало вырасти, и рынок у нас упал. В этой ситуации, смотрите, у нас стоит учитывать то, что у нас рынок пробовал вот эти тени, а значит, если у нас тело свечи закроется за ним, например, вот так вот сейчас закроется, это будет хороший сигнал на рост. Но мы можем встретить следующее сопротивление, вот это теневое. Если у нас вполне тело свечи в него помещается, между двумя вот этими уровнями, то разворот вполне будет логичен в этой ситуации. Значит, в этой ситуации что лучше сделать? Первое. Предосмотреть две точки входа в рынок. Первое. Для опытных трейдеров, кто умеет быстро принимать решения, если в случае у нас будет рынок разворачиваться. Первый пробой 23.47. В случае его пробоя мы уже учитываем продолжение роста цены. Как ни крути, на текущий момент это сильный ценовой уровень, который рынок не смог преодолеть. Он же является уровнем 23.6 по Fibonacci. То есть, если мы возьмем от начала вот этот импульс, который у нас было здесь, построим вот у нас. Цена у нас как раз подвигалась к нему, приближаясь, и рынок начал фиксировать свою прибыль в этом моменте. Далее. Достигнув уровня 23.6, рынок сейчас пока его подтвердил. То есть, соответствующее нам нужно сделать дополнительно к нему, поставить уровень 38.2. Это как раз вот тот уровень ближайший, который стоит учитывать на понедельник. Уровень 50 Fibonacci. Кто не знает, сетка Fibonacci нам предназначена для того, чтобы определять, где будет завершаться коррекция. То есть, в ее классической форме. Вот. Сейчас мы определили сильные ценовые уровни, которые рынок видит наглядно, тоже использует и соответствующие. Если у нас вот произойдет вот этот пробой первого уровня ценового, который мы с вами обсудили, для опытных трейдеров, мы с вами готовимся к первой цели. Это уровень 38.2. К области 23.67. Но если цена у нас дойдет до сопротивления красного, надо зафиксировать прибыль. Ну, кто-то же готов рисковать, потому что цена его прорвет и пойдет вверх еще, там можно держать позиции. Кто хочет спекулятивно и более точно, то, когда цена касается сопротивления красного текущего. Далее, в случае, если мы видим, то, что рынок у нас будет более агрессивен в понедельник, ну, мало ли, что-то произойдет у нас в геополитическом даже секторе, то уже рынок будет стараться к уровню 50 Fibonacci дойти. И причем этот уровень, он хорошо раньше тестировался. Смотрите, он был как сопротивление, а потом он стал, наоборот, поддержкой. То есть, рынок у нас отскочил, пошел вверх. То есть, это зеркальный уровень. Рынку, как и со стороны покупателей, продавцов, очень интересно туда дойти, так как покупателям интересно его прорвать, будет продавцам по высокой цене начать, наоборот, продавать. Вот. И в этой ситуации это у нас два ближайших цели, две ближайшие цели, которые мы с вами будем ждать. Я сделал таким вот зелененькой стрелочкой. Это случай у нас как раз начало коррекции. Ну, нам нужно построить и коррекционный коридор, в котором рынок у нас будет находиться. То есть, в этой ситуации, вот мы видим, у нас есть минимумы. Мы можем сейчас по ним пока построить данный угол наклона, который я вот вижу. Очень, кстати, он схож у нас со фиолетовым уровнем поддержки. Вот сейчас на данном этапе стоит учитывать вот такой вот угол наклона. Но есть еще один вариант, вот от самого вот этого минимума взять. Он более будет резкий. И здесь надо посмотреть, когда уже рынок начнет у нас понедельник работать, и как он, соответствующий, будет с какими взаимодействием уголами наклона. То есть, вот тут два варианта. Есть вот оранжевый, есть голубенький. От какого нужно будет, если что, избавиться. То есть, если рынок у нас просто, ну, например, дойдет до вот этого оранжевого, раз от него отскочит, да, например, дойдет до синего, то используем оба угла наклона. Если его вообще проигнорируют насквозь, но становятся на оранжевом, то оставляем оранжевый, голубенький можно убирать в этой ситуации. Вот. Надо учитывать то, что как рынок себя поведет. По сути, здесь мы можем применить веер Фибоначчи от самого минимума до самого максимума. И цена у нас, видите, пока четко прям вот использует этот 75 уровень. То есть, по сути, с голубым взаимодействуют еще дополнительно по формуле Фибоначчи все игроки. Голубой, по сути, он и по коррекции, и по волатильности золота, мы видим, что мощный импульс был, коррекция голубенький, он более такой подходящий. Вот. Но все же, если у нас оранжевый пробьется уже, то надо учитывать продолжение падения цены. И в случае, если у нас, вот мы рассмотрели на рост, два условия. Следующим у нас будет интересным моментом, когда цена у нас выйдет из этого красного коррекционного движения. И там стоит рассматривать уже рост от начала пробоя. Сейчас давайте сделаем вот таким вот цветом. Пойдем. Желтым, например. Желтого у нас нет. 23,78, если у нас пробивается. Это у нас предыдущий максимум 10 мая. Мы видим, когда у нас он прорвался 15 мая, рынок уверенно у нас уже начал расти. С учетом, вот у нас коррекция была. Потом, после ее дополнительного пробоя, рынок у нас дальше шел, уже обновлял свои хаи. Вот. И стоит учитывать, что рынок вполне у нас повторит эту ситуацию. Посмотрим сейчас. И причем вот этот уровень, он, смотрите, уже использовался ранее. То есть вот он тоже с ним, рынок хорошенечко взаимодействовал. От него рынок корректировался. И там, следующий, вот посмотрим, вот эти вот. Да, вот у нас вот тут тенью рынок работал, а здесь как поддержку. То есть вот мы учитываем вот этот вот ближайший такой вот коридор на рост с учетом вот отката. Вот я здесь так поставлю. То есть и давайте сфокусируемся на нем. То есть вот у нас пробой происходит 23.78. Там, ну, с копейками 0.4 там добавить, чтобы обновился ценовой вот сам уровень. То есть рынок любит у нас, например, обновлять. Вот было 23.77, например, 99. Обновляется 23.78, там плюс копеечка. Рынок теперь попадает между 23.78-23.79, к примеру. Любит находиться. Далее. Цель у нас 24.10, половины 10, 24.86. Ориентируемся на него. Откат предусматриваем на 23.94. Далее. В случае уже у нас рынок пробивает предыдущий вот максимум. Ну, здесь у нас единственное, уровень отката стоит учитывать по последней вершине. Вот теперь вот здесь еще дополнительно, что рынок ее протестировал. То есть это дополнительный наш, учитываем вариант, то, что как рынок у нас может с ними тут взаимодействовать. Цель остается прежней. У нас обновление хаев 24.70, 69. Теперь в случае, если рынок у нас продолжит падение, это значит нам нужно дождаться пробоя на фиолетовом линии поддержки. Я думаю, здесь нам пригодится, ну, дневной таймфрейм рекомендовано, да. Потому что 400 самый маленький будет, потому что даже, видите, мы берем эту область, отдаляем, чтобы хотя бы понять начало у нас восходящего тренда. И, да, вот у нас где-то здесь началось. У нас тела свечи не видно. То есть здесь лучше нам подойдет для подтверждения, что рынок готов падать. Это у нас дневной график. Так как у нас находится… Сейчас вот давайте сейчас красным сделаем. Вот этот наш уровень. Так, вот так. 23, 24, если мы видим, то что у нас он прорывается. В принципе, здесь он и коридор уже есть. Вот раньше рынок его уже здесь подтверждал. Вот здесь. Я думаю, рынок его повторно попробует использовать. То есть это 23, 24, там 68, 23, 05 рынок попробует подтвердить. Если у нас на хотя бы дневном прорвется фиолетовая поддержка, то можно дождаться пробоя на 4-х часовом 23, 24, 68. И ждать от цели до уровня поддержки вот этого синего. Потому что рынок, смотрите, ранее, когда это повторял, от него отскакивал, шел вверх в этой ситуации. Так что приучитываем то, что рынок от него может тоже свободно отскочить и уже пойти вверх. Вот. Далее. Вот этот вот коридор, ниже, который находится, сейчас его оставляем. Оставляем его. То есть это у нас, если пробивается 23, 305, то у нас он минимум как раз обновляет. То, в принципе, цель у нас 22, 85 остается прежним, как на прошлых эфирах мы рассматривали. Так что вот золото, в принципе, подробно разобрали. Коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор. Желаю вам как можно больше тейк-профитов. Обязательно подписывайтесь на мои социальные сети, где мы рассматриваем дополнительные точки входа в рынок. И также там предоставлены обучающие материалы. Ну что же, здоровья вам, вашим близким. До встречи. Пока-пока.